Апрель – это не только долгожданные выезды на природу и ночные прогулки, но и повод быть осторожнее. Вместе с весной в Беларусь пришла и угроза клещей. Кажется, стабильное тепло еще не установилось, но с начала сезона охоты в Бобруйске зарегистрировано 4 обращения. Одно из них – с так называемой болезнью лайма. По прошлому году у нас 388 случаев, из них 289 детей. Поэтому дети – это самая уязвимая категория, которая в прошлом году чаще всего подвергалась укусам клещей. Поэтому родители должны в первую очередь смотреть за детьми. После прогулки специалисты советуют обязательно осмотреть чада, особенно волосы. Опасные насекомые предпочитают именно зону головы. Внимательными нужно быть и к своим домашним животным. Перед выходом из дома питомца нужно обработать специальным средством, а после обязательно осмотреть на наличие живности. Клещевой энцефалит и барелиоз – не просто сложные названия из учебника, а опасные инфекции. Именно их переносят паукообразные. Любители лесных прогулок – маленькие жучки могут поджидать где угодно. Клещи в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Насекомое предпочитает лиственные леса, поэтому в хвойном будет безопаснее. При этом одежда должна быть максимально закрытая. Кстати, на светлом паучков проще заметить. И самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. Также необходимы самые взаимосмотры каждые 30 минут, час. Потому что в отличие от кровососущих комаров, мошек, клещ не сразу кусает. Он может около двух часов передвигаться по одежде. Если же вы все-таки подцепили паукообразного, то следует обратиться в травмпункт. Антибиотики, которые выпишет врач – необходимая профилактика. Инфекционисты отмечают – в стране стал все чаще встречаться более тяжелый тип клещевого энцефалита. Это маленькое насекомое несет большую опасность. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.